Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для всех! Сегодня мы с вами рассмотрим очередную партию возмутителя спокойствия шахматного мира американца Ханса Нимана, который сыграл ее белыми против своего соотечественника Уэсли Со в рамках шестого тура супертурнира, проходящего в Сент-Луисе. Конечно, теперь все партии Нимана пристально рассматриваются под микроскопом шахматного анализа на предмет возможного читерства. Но мы, отбросив излишние домыслы, просто попытаемся разобраться в этой партии, установить, где были сделаны ошибки и почему результат оказался именно таким. Итак, Е4 сыграл Ниман, Е5, Конь Ф3, Конь Ф6. Русская партия. После взятия Д6, Конь Ф3, Конь бьет Е4. Ниман избирает основной ход Д4, Д5, Слон Д3, Слон Ф5, 2-0, Слон Е7. Пока игра идет в рамках теории, после ладья Е1, 2-0, Конь БД2, Конь Д6 играет Уэсли Со, предлагая размен белопольников. Конь Ф1, С6, Слон Ф4. Взяли, забрали и Конь А6. Уэсли Со переправляет своего коня на С7. После Конь Е3, Конь С7, Б3, Конь становится на Е6, нападая на слона. Тот отходит в центр и черные в центр ставят своего коня. С4, Конь Ф6, ладья Д1, Ж6. Соперники продолжают маневрировать, не делая резких движений. Ж3, А6, ладья Е2, ладья Е8. И в этой позиции Ниману можно было разменяться на Ф6, забрать на Д5, пойти Конь Ж4, нападая на слона. И захватить центральный пункт Е5 одним из своих коней. Получалась примерно равная игра. Но в нашей партии Ханс Ниман решил сыграть А4. Более агрессивный ход, но после Конь А5, ЦД, ЦД, оказалось, что белый слон на Е5 находится в не очень-то удачной позиции. Лучшим решением в такой ситуации был ход Б4 с дальнейшим Ферзь Б3. Если черные заберут пешку, то после Ферзь Б3 будет двойной удар по слону и пешке Д5. Но Ниман, не чувствуя опасности, сыграл Конь Ж2 и после Ф6 вынужден был выкручиваться, ставят слона на Б8. Идет вскрытое нападение на Коня. Но Король Ф7 играет в С-Лисо и у белого слона удачного отхода нет. Приходится играть Ж4 и после Ферзь Б8, Ж, Конь Ф4, Вилка, взяли и забрали, размен на Ж6. В результате у белых явно ухудшилась пешечная структура на Королевском фланге. Ладья ДЕ1, слон Д6. Происходит массовый размен ладей, но прежде чем забрать на Е8, черные ставят шах, избегая размена Ферзей и берут ладью. В итоге получилась весьма спокойная позиция со стабильным перевесом черных, как раз благодаря лучшей пешечной структуре. Да и слон в таких ситуациях часто сильнее Коня. А4 играет Ниман. Тут черные могли отойти королем на ДСе, прикрывая поля вторжения как по вертикали С, так и по вертикали Е. Но все же ход Король Ф7, который избрал у С-Лисо, более понятен. Тут черного короля прикрывают собственные пешки. Ферзь Е3 играет Ниман. И тут был весьма хороший ход слон Б4, отнимая поле С3 у ферзя. Но СО борется за инициативу ходом слон Ф4. И после ферзь Д3 шах, король Е2, ферзь Е6, король Ф1, ферзь Е4, предлагая переход в легкофигурное окончание. Конечно, после ферзь Е4, ДЕ позиция черных резко улучшается. Потому что у них появляется поле Д5 для короля, откуда можно атаковать пешку Д4. Да и пешка Е тоже становится очень сильной. После Конь Е1, Король Е6, Конь Ж2, слон Д6, Конь Е3. Конечно, барьера нет. Тут Ф5, далее Ф4 и Король Д5. Черные постепенно побеждают, оттесняя белые фигуры. Поэтому ферзь С3 сыграл Ниман, это лучший ход. Слон Д6, играют черные. И в этой позиции Ниман не разобрался. Ему нужно было бросить пешку Х4 на произвол судьбы и сыграть Конь Е1, чтобы после взятия внедриться ферзем на С8, получая достаточную контур игру. Но Ниман решил защитить коня ходом Король Ж2 и теперь уже мечтает о ходе Ферзь С8. Но Шах, беря под контроль поле С8 и Король Е7. У черных по-прежнему большой перевес, белым нужно как-то выкручиваться. Конь Ж1 сыграл Ханс Ниман. Если тут забрать на Х4, то белые все-таки вторгаются на С8 и получают достаточную контур игру. Поэтому Василисо зорко следя за диагональю Х3, С8, играет Ферзь Ф5. После Шаха ставит Ферзя на Е4, вновь предлагая переход в легкофигурное окончание. И тут белым на Е2 надо было поставить коня с целью сыграть Конь С3. После Король Д7 теперь угрожает взятие пешки. Шах и на Ф5, Х5, добиваясь активизации Ферзя на королевском фланге. Тут у белых была весьма неплохая контрыгра. Но Ниман допустил очень серьезную ошибку, которая ярко контрастирует с тем, что он вытворял в партии с Магнусом Карлсоном. Американец пошел Король Е2, а другой американец поддел коня ходом С2. И после Конь Ф3 принудил соперника к размену Ферзей. Ниману приходится забирать на Е4, отступать конем. И после Король Е6 совершенно очевидно, что спасти эту позицию белым будет крайне трудно. Черные добиваются того, что мы с вами видели уже в одном из более ранних вариантов. Пешка Д4 слаба, Король Д5 играют черные, можно Ф5 сыграть, создать проходную. Слон по-прежнему явно сильнее коня. Конь Ж2 играет Ниман, Слон Б8, Конь Е3, Слон А7. Белым нужно продвигать пешку, так как ход Конь С2 очень пассивен. Рано или поздно все-таки приведет к потере этой пешки. Но и Д5 не лучше. Король Д6, Конь Ж2, хочет пойти на Ф4, но точный ход Король Е5. Очевидно, что так или иначе черные пешку Д забирают. Ниман решил ее продвинуть вперед. Сыграл Конь Ф4, Ж5, размен пешек, Конь Аш3, Ж4. Конь Ж5 играет Ниман и Король Е5. Фаза реализации перевеса не требует от Уэсли Суо каких-то фантастических усилий. После шаха он отходит на Ф4, Король Ф1, Слон Б6, Конь Д6 и Король Ф3. Если забрать пешку, то после Слон Ф2 черные дают мат в два хода одним из двух способов. Двигая пешку Е, либо пешку Ж. Белый Конь слишком далек от Королевского фланга и не может даже поставить шах. Поэтому Конь С4 сыграли белые, но Слон Ф2. И после Конь Д2 шах, Король Ф4. В этой позиции Ханс Ниман сдался. Он уже остался без двух пешек. Ну а взятие на Ф2, конечно, наталкивается на простую пешечную вилку. И это пешечное окончание без проблем выигрывается черными. Вот такая, можно сказать, одноворотная партия, в которой Ханс Ниман не продемонстрировал никакой цепкости в защите. Совершал серьезные ошибки, которые, еще раз подчеркиваю, ярко контрастируют с его игрой в партии против Магнуса Калсена. Думаю, Веслисо в этом поединке не особо напрягался и достаточно простыми методами сумел реализовать свой перевес. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.